Сегодня такую картину можно увидеть только по телевизору, но уже 24 мая белые бантики и красные ленты захватят улицы областного центра. Именно в этот день в школах Иркутска пройдут последние звонки. В 2018 году во взрослую жизнь отправятся 10,5 тысяч ребят. Ну а чтобы светлый праздник остался незапятнанным, даже ближе к вечеру 24 мая в столице региона ограничат продажу алкогольной продукции. Ведь официально в нашей стране взрослая жизнь начинается только с 18 лет. Здравствуйте, о главных событиях Иркутской области расскажем вам в ближайшие полчаса, но сначала короткие анонсы центральных тем выпуска. Угроза пролетающая над головами. В областном центре зафиксирована гибель голубя от торнитоза. Это острая инфекция. Опасна и для людей. В выпуске узнаете, есть ли риск эпидемии в Иркутской области. У байкеров в Иркутской области возникли проблемы с получением полисов ОСАГО. В чем причина ситуации, а также о том, есть ли из нее выход, расскажут сами владельцы мотоциклов, а также эксперты. Владельцы машин негодуют. На остановке курорт Ангара в Иркутске появился надземный пешеходный переход, но многие по старинке пользуются зеброй. Тем более и знаки остались. Алена Полоненко разбиралась, кто прав, а кто виноват в этом дорожном конфликте. Послушную дорогу для белок летяг создадут в Хельсинге. Как с этим связаны? Кошки в Ингушетии, наш Байкал и ангарские медсестры поведают в рубрике «Повесточки». Но начнем выпуск мы с другой новости. В Братске на 16-летнего подростка совершено вооруженное нападение. С тяжелыми травмами пострадавший был госпитализирован. Злоумышленник уже задержанным оказался 23-летний местный житель. Установлено, что он имеет психическое заболевание. Нападение произошло около 10 часов утра. Студент одного из колледжей шел на учебу. По дороге к нему приблизился человек с ножом и нанес первокурснику удар в левый бок. В больнице пострадавший перенес операцию. Сейчас его состояние оценивается как стабильное. А вот сколько времени понадобится, чтобы стабилизировать психическое состояние нападавшего, неизвестно. В данный момент подозреваемый находится на лечении в профильном учреждении. После выписки будет решаться вопрос о задержании мужчины. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Дело не возбудят, но серьезный разговор со взрослыми явно предстоит вот этим ангарским подросткам. На видео случайный свидетель зафиксировал то, как дети развлекаются на крыше многоэтажного дома. Лишь чудом такие опасные игры не закончились трагедией. Хотя опасность для детей и взрослых могут представлять и вполне безобидные развлечения. Например, кормление голубей. В Иркутске зарегистрирован случай смерти одной из птиц от опасной инфекции орнитоза. Чем она может навредить человеку и как правильно себя вести в обществе пернатых, расскажет Павел Желудев. Голуби здесь больше не живут. Раньше на этом небольшом Иркутском пятачке всегда можно было встретить пернатых. Их подкармливали жители соседнего дома. Все изменилось, когда одна из птиц умерла. Казалось бы, рядовое в животном мире событие привлекло внимание одного из сотрудников Россельхознадзора. Подозрения вызвали нетипичные выделения из тушки, которые могли служить признаками опасной инфекции. После обнаружения мертвого голубя сотрудники Россельхознадзора направили его тушку на исследование в ветеринарную лабораторию. Все необходимые анализы заняли около недели. А после этого был поставлен окончательный диагноз. Птица была больна орнитозом. Людям же этот диагноз более известен под другим названием – хламидиоз. Да-да, возбудителем орнитоза является бактерия из числа хламидий. Вот только передается она воздушно-пылевым путем. На месте гибели голубя в Иркутске уже была проведена дезинфекция. Но поможет ли это остановить распространение заразы по областному центру, сказать трудно. Поэтому важно знать и понимать внешние признаки зараженных птиц. Клинические признаки у голубей проявляются. У них понижается аппетит, зерошенность перьев, истечение из клюва, истечение из глаз появляются. Нарушение желудочно-кишечного тракта получается по носу у нас. И птица может несколько дней в таком состоянии переболев выздоравливать медленно. Но при этом имеется большая вероятность заразиться человеку. Именно поэтому смерть голубя вызвала такой резонанс среди специалистов. Ведь жители Иркутска, особенно дети, привыкли к тому, что прямой контакт с птицами безопасен. Но нет, его результатом в данном случае может стать острая пневмония и даже менингит, на лечение которых уйдет несколько месяцев. Вступал ли в контакт с людьми погибший голубь узнать невозможно. Определить масштабы заражения среди пернатых тоже задача непосильная. Чтобы избежать заражения, достаточно мыть руки. Но лучше в контакт с птицами не вступать вовсе. Ведь, как показывает практика, массовых эпидемий среди животных зачастую для их предотвращения достаточно лишь бдительности людей. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням. Несмотря на то, что орнитоз пока не представляет глобальной угрозы, все может измениться в любой момент. Жители Иркутской области знают об этом не понаслышке. В нашем регионе регулярно происходят эпидемии среди животных. О самых последних в следующем материале. Март 2017 года. Эпидемия в деревне Куда Иркутского района прогремела на всю страну. Сотни свиней оказались заражены африканской чумой. Инфекция для людей не опасна. Однако меры к локализации очага были приняты самые серьезные. В огне уничтожили почти 800 голов скота. К тому же из населенного пункта запретили вывозить свиней для дальнейшей продажи. Спустя 7 месяцев Иркутская область вновь привлекла внимание эпидемиологов. В ноябре на берегу Байкала была зафиксирована массовая гибель нерпы. Жертвами падежа стал 31 эндемик. К расследованию подключились ученые, экологи и ветеринары. Но даже после того, как были сделаны пробы воды, почвы и проведены исследования самих погибших животных, окончательную причину гибели так и не удалось установить. Аналогичная ситуация произошла с падежом коров в Куйтунском районе. В августе прошлого года сразу 13 парнокопытных умерли после выгула на поле возле деревни Харчев. Одной из версий считается отравление неизвестным ядом. Евгений Шоев, Павел Желудев. Новости по будням. Неизвестно кто они, неизвестно откуда, неизвестно что делают в Иркутске. В областном центре начались так называемые миграционные рейды. Под пристальным вниманием полицейских иностранные граждане. А вот как проходят такие профилактические мероприятия. Опознать кто свой, а кто чужой во время рейда было несложно. Для этого проверяли документы иностранных граждан. В общей сложности сотрудники полиции выполнили такую процедуру около 60 раз. Итоги рейда показали. 15 человек прибывают на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства. На каждого иностранца составлен административный протокол. А вот четырем мигрантам уже в ближайшее время придется отправиться на родину. По решению суда их выдворят за пределы России. За пределы своих возможностей вышел житель Нижнеудинского района. Он выпил и сел за руль трактора. Дальше встречного грузовика, правда, не уехал. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет. Без транспорта в этом сезоне рискуют остаться и байкеры региона. Страховщики под разными предлогами не оформляют им полисы ОСАГО. Аварии с мотоциклами случаются часто. А цена полиса несопоставима с выплатами за испорченную технику и подорванное здоровье. Вот и хитрят продавцы страховок. Чем им отвечают мотоциклисты, расскажем в сюжете. Фотоаппарат на мобильном как способ найти правду. С ним байкеры из Усолья ходят в страховую компанию уже который день подряд. В надежде заключить договор ОСАГО на свои мотоциклы. Но то бланков нет, то аппаратура отказала. Отчаяние достигло того предела, когда суровые мужчины обращаются за помощью к журналистам. А мотоциклистов вообще что-нибудь страхуют? Почему? Мы страхуем, но только после осмотра страховщика. Это только на Байкальской. Я работаю в программе, я поставщик услуг. Но если требуется осмотр, я ничего не могу. Смогут ли Усольчанам помочь на Байкальской в Иркутске? Ответ на этот вопрос узнать легко. Идем в офис страховой компании. Здравствуйте. А вы мотоциклистов страхуете? Я по записи. По записи? А за сколько нужно записываться? Еще говорят, центр техосмотров, фотографирования. Осмотр как раз так показалось. Сколько его примерно ждать? По-моему, до 10 июля. Ждать до 10 июля, то еще испытание. Плюс и еще один нюанс. Своим ходом на мотоциклах в областной центр Усольчанам добираться нельзя. Нас отправляют на осмотр техники в Иркутск. То есть мы должны за 100 километров как-то технику туда доставить. Потому что ехать на самом мотоцикле мы не можем. Потому что это тоже незаконно. Без страховки не поедешь же. На первом же посту у нас просто мотоцикл отберут. То есть, соответственно, нарушаются наши права. Права можно отстоять, уверены юристы. Главное зафиксировать на аудио или видео те условия, которые выдвигает страховщик. Далее написать заявление и заручиться подписями двух свидетелей. Усольские байкеры так и сделали. Любой гражданин может обратиться в суд о понуждении страховой компании к заключению договора с возмещением всех убытков, которые понес данный гражданин. Также в связи с тем, что мегарегулятором является центральный банк, значит, может обращаться туда, в территориальный орган. Он находится в Иркутске. Иркутские байкеры тоже столкнулись с неофициальными отказами страховых, но уже изобрели свой рецепт получения заветного полиса. Получение полиса напоминает квест. Байкерам региона предстоит его пройти, чтобы ездить на мотоцикле, а не любоваться на него в гараже. Влад Рыбакова, Марина Менченко, Новости по будням. Но не только байкеры вынуждены сталкиваться со сложностями. В Иркутске разгорается противостояние между водителями и пешеходами в районе одной из остановок. Там возвели надземный переход, но пользоваться им люди не спешат, причем на законных основаниях. Почему сложилась такая ситуация, расскажем далее. Часто ли в жизни вам приходится сталкиваться с выбором пешеходам на остановке курорт Ангара в Иркутске каждый день? Вроде бы построили для них надземный переход, но в то же время старые знаки никто не убирал. А потому пользуются зеброй наравне с надземным переходом, чем вызывают недовольство автомобилистов. Его они выражают по-разному. Одни намеренно игнорируют правила, явно пытаясь прокатить упертых пешеходов на капоте. Другие относятся с пониманием, хоть и винят прохожих в вечных пробках. У пешеходов свои аргументы. Одни спешат на транспорт и не хотят делать большой крюк. У других по сути нет альтернативы, как например у Екатерины, которая живет неподалеку и каждый день сознательно делает выбор в пользу старой доброй зебры. С коляской переходить лифт вообще никогда не включены. Постоянно переходим через пешеходный переход, машины редко останавливаются. Был бы какой-нибудь покатистый пампус или как-то неудобно. Хотя изначально надземный переход планировали возводить как раз для удобства всех участников движения. Пешеходам дать возможность безопасно и спокойно преодолевать проезжую часть, а также немного разгрузить этот участок дороги от привычных заторов. И вот в начале весны переход ввели в эксплуатацию. Однако уничтожать зебру и указатели возле нее пока не собираются. Как бы это парадоксально ни звучало, но не работающий лифт и есть главная причина того, что знаки до сих пор не убрали. Подъемник сломали вандалы и для того, чтобы восстановить все потребуется некоторое время. И чтобы в этот период родители с колясками, а также маломобильные граждане могли на законных основаниях пересекать проезжую часть и оставили указатели. Впрочем, дело не только в лифте. Проблемы, возникшие с ним, не такие значительные. Но запускать его не будут, пока подрядчик не устранит все замечания, выявленные в ходе эксплуатации сооружения. Мы уводили против провод надземный пешеходный переход в феврале. Сейчас весна прошла, грунт оттаял, благоустройство нарушилось. Гидроизоляцию сейчас восстанавливают. В мае завершим работу. И только тогда знаки с этого перехода отправятся на покой, а пешеходам придется все-таки привыкнуть к новому способу преодоления дороги. Алена Полоненко, Виктор Черкашин. Новости по будням. Устранять недочеты вообще, похоже, любимое дело многих подрядчиков. Иначе они бы сразу все делали качественно. Но спустимся с небес на землю. Почти 80 строительных недостатков выявлено сегодня в Иркутске. В столице региона проверяли дворы, благоустроенные в рамках программы формирования комфортной городской среды. Все работы проводились в 2017-м. Ремонт и реконструкция затронули в общей сложности около 200 дворов. Но не прошло и года, а первые проблемы уже тут как тут. Где-то краска облупилась, где-то деревья не прижились, а где-то заборы начали ржаветь. Но это скорее мелочи. Есть и более серьезные недочеты. На нескольких спортивных площадках резиновый пол уже не встретит свое первое лето. Но ему на смену обязательно придет другое покрытие. Все замечания подрядчики обязаны будут устранить по гарантии, то есть за свой счет. Последний срок работы над ошибками 15 июня. Срок еще не определен, а вот предложение уже сформировано. В России хотят изменить систему оплаты за услуги ЖКХ. Как она будет выглядеть, расскажем в следующем сюжете. Жители страны сами смогут выбрать, сколько платить за услуги ЖКХ. Минстрой подготовил поистине революционные изменения в закон. Ведомство предлагает ввести тарифные планы по аналогии с сотовой связью. Пока речь идет как минимум о трех пакетах. К примеру, по тарифу эконом потребителю предложат только фиксированное количество коммунальных ресурсов без дополнительных услуг. Зато по минимальной цене. Стандартный набор предполагает схему, сколько использовал, столько оплати, плюс обычный набор различных сервисов. Самым дорогостоящим должен стать тариф «Все включено». В нем совершенно не важно, сколько воды, электричества или тепла вы потребили. Все это уже заложено в стоимость. Приятными бонусами идут различные дополнительные услуги. Их перечень сейчас как раз в разработке. Новаторы отмечают, что менять тарифы люди смогут через интернет. Там же можно будет контролировать свои расходы по всем ресурсам. Поддержит ли это предложение Государственная Дума, покажет время. Евгений Шуев, Надежда Казакова, новости по будням. Ну а пока депутаты думают, люди продолжают отдавать свои деньги. Насколько серьезным бременем для иркутян является оплата услуг ЖКХ, мы решили выяснить в ходе традиционного опроса. Ответы прохожих далее. Незначительная. Незначительная. Ну, я считаю, приемлемая цена. Приличная, конечно. Особенно? Да. Почему? Ну, потому что мы слабо защищены, наверное. У меня ребенок инвалид, я сама сижу по уходу. Ну, поэтому сложновато. У нас средняя. Ну, по-моему, вообще для всех она значительная. Да? А почему? Потому что денег мало. Средняя для меня. Ну, лучше бы низ, пониже. Сегодня мнения горожан разделились. Однако большинство прохожих признали, что оплата услуг ЖКХ является средней нагрузкой для их семейного бюджета. И я, пожалуй, присоединюсь к ним, но вместе с иркутянами замечу, что пока увеличение расходов совсем не соответствует росту доходов. Павел Желудев, Андрей Назаров. Новости по будням. Деньги никогда не бывают лишними, особенно в семьях с невысоким доходом. И такие родители теперь смогут рассчитывать на получение 25 тысяч рублей ежегодно из регионального мат-капитала. Поправки в закон приняли на сессии законодательного собрания. Касаются они родителей, у которых родится третий и последующий ребенок. При этом среднедушевой доход в семье должен быть ниже полуторакратной величины прожиточного минимума. Конечно, установленного именно в нашей области. Напомню, размер регионального мат-капитала 100 тысяч рублей. Однако круг использования этих средств весьма ограничен. На улучшение жилищных условий, получение образования ребенком, либо покупку товаров для детей с инвалидностью. 25 тысяч рублей, согласно внесенным изменениям, можно будет потратить на любые цели. Об этом пишет Байкал.Инфо. Заявление на выплату необходимо подать не позднее 1 ноября, но лишь начиная со следующего года после рождения третьего и последующего малышей. Рождению детей, как правило, предшествует свадьба. В Иркутске многие для этого события выбирают дворец бракосочетания. Правда, сейчас регистрации там перестали проводить. Временно. И это при том, что свадебный сезон в разгаре. Правда, причина закрытия дворца более чем уважительная. Там началась реконструкция. Она продолжится несколько месяцев и по плану должна завершиться к концу года. Как будет выглядеть обновленное здание, пока неизвестно. На время ремонта брачующихся, конечно, не оставили без помещения. Церемонии сейчас проводятся по адресу улица Карла Маркса, 53. Там раньше располагался ресторанный комплекс. Поэтому, как обещают работники ЗАГСа, молодожены будут вступать в новый этап своей жизни в красивом и торжественном месте. В том же здании осуществляются и другие услуги, которые раньше проводили. Во дворце регистрация детей, усыновление и удочерение, смена имени, а также расторжение брака. В планах провести незабываемый день для жителей города. Это день города. Организаторы хотят удивить всех. И есть чем, например, музыкальным подарком. В столице региона 2 июня можно будет увидеть рэпера Тимоти. По крайней мере, об этом пишут сегодня практически все местные СМИ. Бесплатный концерт. Артиста станет завершающим аккордом праздничных мероприятий. А их в этот день запланировано немало. Самым главным, конечно, будет праздничное шествие. Без него день города и представить сложно. На участие в карнавале подано уже 60 заявок от иркутян. Все они хотят пройтись по центральным улицам в костюмированных колоннах. Девиз праздника «Иркутск. Город спортивный». Как это будет доказывать участники шествия, узнаем 2 июня. В Иркутске станет на одно культурное место больше. Завтра начнет работу региональный центр Всероссийского музея Пушкина. Таким могут похвастаться только в четырех городах России. Как к открытию готовится у нас, узнаете прямо сейчас. По глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш тяжкий труд. И дум высокое стремление. Ни для кого не секрет эти строки Пушкин в свое время посвятил декабристам. И не случайно, что почти 200 лет спустя в доме одного из них открывается региональный центр Всероссийского музея имени Пушкина. Для него в Иркутской усадьбе Волконских выделили помещение библиотеки на втором этаже. Сейчас здесь идут последние приготовления к первой выставке. Уже завтра гостям расскажут и покажут судьбу двух генералов. Сергея Волконского и Александра Бекендорфа. К экспозиции готовят 68 предметов. На выставке представлены копии документов, которые были предоставлены нам Всероссийским музеем имени Пушкина. Документы наполеоновского времени, заграничных походов. Виртуальные походы во времени на два века назад. Здесь еще только предстоят. Иркутяне и гости города смогут познакомиться с уникальными коллекциями и не менее уникальными людьми. Все материалы доступны в том числе и в оцифрованном виде. Пушкиноведы и поклонники творчества поэта наверняка будут в восторге. В режиме онлайн, на постоянной связи с коллегами из Санкт-Петербурга и любая лекционная программа, любая выставка, которая открывается, любое событие, которое происходит во Всероссийском музее Пушкина, будет транслироваться к нам сюда. Мы обеспечили великолепные технические возможности для этого. Возможности погружения в эпоху в этой усадьбе уже созданы. Посетителям центра имени Пушкина будет доступна вся экспозиция дома Волконских. Оценить изменения можно будет уже в пятницу, начиная с трех часов дня. Лада Рыбакова, Марина Минченко, новости по будням. Несколько часов медсестры Ангарска сражались не за жизнь пациентов, а за... впрочем, все узнаете сами после новостей спорта. Страна должна знать своих героев, а иначе зачем еще телевидение? На федеральном канале Матч ТВ вышел фильм про футболиста Федора Кудряшова. Брачанин выступает за Казанский Рубин и входит в состав сборной России. Такое внимание к персоне Кудряшова не случайно. До начала чемпионата мира по футболу остается меньше месяца. И Брачанин имеет все шансы выйти на поле в составе российской команды. В борьбе с самбо все возрасты покорны. Это доказала иркутянка Яна Антонюк. Она заняла первое место на первенстве России среди девушек 13 и 14 лет. Соревнования прошли в Нижегородской области. В семи схватках Яна одержала семь побед. Сибирская матрешка. Именно так называются межрегиональные соревнования по художественной гимнастике. И мы не стали бы вам об этом рассказывать, если бы не успешное выступление на турнире спортсменок из Иркутской области. В своих программах второе и первое место одержали Елизавета Плесцова и Софья Дмитриева. Евгений Шоев, новости по будням. Спортивным станет Иркутск в день города. И это не только благодаря теме праздничного шествия. Ведь как раз физическая активность станет лейтмотивом мероприятия. В нем, кстати, примут участие около 7 тысяч человек. Это не считая зрителей. Но это днем. А вот прямо с самого утра велосипедисты в городе устроят массовый заезд. Принять участие в акции смогут все желающие. А что еще интересного произойдет за пределами столицы региона и России в целом, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте. В детстве при опоздании в школу нужно было придумать какую-то причину. И зачастую ей становилась старушка, которую надо было перевезти через дорогу. Бывало такое. Сегодня предлагаю поговорить о заботе. В опасности оказались белки-летяги в Хельсинки. Из-за вырубки деревьев в Центральном парке животные рискуют остаться без переправы над дорогой. В некоторых странах бы никто на это внимание не обратил. Но в Финляндии же решили соорудить новый путь для животных. Как он будет выглядеть, пока не решено. Но все равно, по-моему, это просто очаровательная забота о братьях наших меньших. Но не только в Хельсинки заботятся о зверюшках. В России тоже к ним не безразличны. Так, недавно мэр столицы Ингушетии сообщил, что администрация разработала проект Будок с подогревом для бездомных животных. В первую очередь для кошек. Следить за состоянием коттеджей будут специалисты. Вот только срок установки домиков пока не уточняется. Дата известна точно. 19 мая в Иркутске будет представлена новая детская книга о Байкале. Автор Александр Ткаченко решил для ребят преподнести скучную информацию в легкой и веселой форме. И у него это получилось. На выпуск издания нужна была определенная сумма. А вот об этом позаботились жители Иркутска, других городов России и Европы. Они помогли собрать необходимые средства. Необходимые в работе навыки показали заботливые ангарские медсестры. Среди них в одной из городских больниц провели профессиональный конкурс. У каждого отделения своя команда. 12 сотрудниц отвечали на вопросы как о самом медучреждении, так и непосредственно о рабочих моментах. В итоге победу одержали специалисты клиника диагностической лаборатории. Вот и все на сегодня. Заботьтесь о себе и близких. До встречи. И на сегодня это все, о чем мы успели вам рассказать. Звоните 792-402, если у вас есть интересные новости. И не забывайте про наш сайт. Тройной W. НТС Дефис ТВ. Ру. Я же на этом прощаюсь. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин